Добрый день еще раз, дорогие коллеги! Я буду говорить о мифологии любви в лексике, фольклоре и народной культуре болгар. Тема эта настолько огромна, даже ограниченная болгарской традицией, что мне придется прибегнуть еще к некоторым сокращениям. Я буду делать акцент, конечно же, на мифологии, но сразу же скажу, что мифология прослеживается во всех даже, казалось бы, бытовых этнографических деталях. И я буду говорить о том, я буду говорить лишь о нескольких сюжетах и даже мотивах, о чем говорил сегодня Сергей Юрьевич в первой половине дня. Кроме того, я смогу сказать всего лишь о нескольких словах, и очень многое останется за пределами этого доклада, особенно такая бытовая, собственно, этнографическая, этнолингвистическая часть, которая представлена в статье, она выйдет к съезду словистов в Белграде. А сегодня я буду говорить о мифологии, о чем я не писала в той статье. Болгарская традиция и некоторые другие южнославянские традиции славятся своим богатым мифологическим балладным корпусом. И, в частности, некоторые баллады привлекали внимание и Вячеслава Вселыча, и Владимира Николаевича. Но сначала я все-таки определюсь с тем, о какой любви я буду говорить. О любви писал Юрий Дереникович Апрессиан, Светлана Михайловна Толстая. И вот тот тип любви, о которой я буду говорить, называется один-один. Это любовь гендерная, любовь к противоположному полу. Обожать, как пишет Юрий Дереникович, вздыхать по кому-либо, а также желать, хотеть, вожделеть, то есть испытывать страсть. Интересно, что мы говорим о человеческих отношениях. Куда же здесь попадают, например, светила или мифологические персонажи? Мне кажется, что в данном случае они выступают абсолютно в своей такой антропологической ипостаси и вполне могут входить в это любить один-один. Согласно Апрессиану, любовь называет один из самых фундаментальных культурных концептов. Это положительное чувство отношений, которое рассматривается как главная созидательная сила жизни. Сразу же отмечу, что в патриархальном обществе любовь не столько положительное чувство отношений, а нередко бывает, что это, наоборот, совершенно негативное явление. И немножко мы об этом поговорим сегодня. Но надо еще сказать о том, что в патриархальном обществе все фазы любви, начиная с влюбленности, ухаживания, замужестве. Любовь в патриархальном обществе часто служит синонимом «женитьбы», потому что «женитьба» в общем-то замещает зачастую любовь. И дальнейшие этапы любви, любовь в браке прописаны очень мало. И вот эта проблема эксплицитности, неэксплицитности любви меня очень занимает. Потому что если сравнивать с другими материалами, не с народной культурой, не с фольклорой, а, скажем, с авторской поэзией, совершенно далекими какими-то текстами, конечно, там будет то, что называется у Апрессиана чувствами, а не действием. В патриархальном же обществе это скорее действие. Это именно действие, это какие-то материальные знаки, ухаживание, это ритуальная часть в свадебном комплексе, направленная на то, чтобы будущий муж и жена любили друг друга и так далее, и тому подобное. И здесь надо сказать, что в традиционном обществе, и мы это и сейчас, пожалуй, увидим, что нередко любовь – это не эксплицитная такая вербальная часть, а это дело. Я приведу короткую цитату, которая мне очень понравилась. Это еще было в 1904 году, записала Ольга Семенова-Тяньшанская. «Как выражается любовь к жене?» – спрашивает она. Этот вопрос меня давно уже интересовал. И одно время я думала, что никак, благодаря тому, что внешних выражений нежности мужа к жене положительно нет, даже у молодоженов. Но в последнее время я думаю несколько иначе. Далее она описывает некоего замечательного петуху, который выражает любовь к жене чисто хозяйственным способом. «Летит в деревню, чтобы сделать, что баба просит. Хозяйка моя удумала просость скорее связать, а то выглядит дождь, а я уж ей искосил паюшечку». Вот такая акциональная составляющая любви характерна и для любви с мифологическими персонажами. Собственно, о влюбленности обычно говорится только однажды, а потом уже следует описание, что же происходит. Как это характерно для языка и традиционных представлений в целом, в народной памяти и в самой культуре фиксируются чаще негативные факты. И именно они комментируются нашими собеседниками в полевых экспедициях. Вообще эта тема интимная и очень трудная, мало кто рассказывает о своей любви, о том, как женились, женились ли по любви или без любви. Эта тема довольно-таки закрытая. Но всё же, поскольку в традиционном обществе всё регламентировано, любой отход от нормы, как я уже сказала, маркируется и каким-то образом превращается или в нарратив, или в какую-то быличку, опять же, с мифологическим персонажем, или в какие-то чудесные явления. Ну, скажем, любовь, а любовь связана со множеством понятий. Я уже упоминала и влюблённость, упоминала и страсть, и, безусловно, это и сексуальная связь. Об эротике я не буду говорить, об этом очень много уже написано, и фольклор собран, опубликован. Но всё же добрачная связь обычно в сёлах наказуема. И вот буквально вчера мне встретился очень интересный газетный отрывок из болгарской газеты XIX века, где некая Ирина, моя тёзка, была убита молнией, потому что она вышла замуж беременной и вот родила ребёнка через пять месяцев после свадьбы, и она была убита ровно в тот день, когда крестили её ребёнка. И вот народная традиция создала такую историю о любви, любви вне брака. Все показатели любви, любовь, так сказать, законная, любовь вне брачная, любовь к молодому, любовь к пожилому, любовь к иноверцу, любовь к мифологическому персонажу и так далее, конечно же, тоже всегда маркируется. О том, что любовь всё-таки важная и очень важная часть жизни, свидетельствует легенда этиологическая. У меня встретилась только одна. Я не знаю, как сделать, чтобы на весь экран было. Сверху по-болгарски, дальше по-русски. Я быстро прочитаю. Создав человека, Господь так собрал, смонтировал его голову, чтобы в случае, если на него нападут паразиты, называемыми вшами, я прошу прощения, но это бытовая жизнь, которую мы сейчас застаём в экспедиции в Болгарии, там, где есть овцы, обязательно есть и вши. Так вот, людям не надо было бы искать вшей друг у друга, а каждый мог бы открыть горшок голову, снять крышку с головы и искать у себя вшей. Но случилось так, что одна девушка оставила верхнюю часть своего черепа там, где сидела, искала у себя в шее. В это время в крышке, которую сняла с головы девушка, подошла свинья, схватила её и съела. Девушка так увлеклась своим парнем, что забыла и о вшах, и о крышке на голову. А парень так увлёкся девушкой, что не заметил, что у неё нет крышки на голове или просто не догадался, что мозг-то у неё может испариться. Но Господь увидел и сказал, так дело не пойдёт. Эти люди, один из другого, могут без головы остаться. Я прикреплю крышку к голове, чтобы когда влюблённые вдвоём находились, они бы искали друг у друга в шее. Иначе, сказал он, они совсем обо всём позабудут и будут ходить без крышек, и у них мозг выветрится, и они останутся совсем без мозгов. И он так и сделал, закрепил голову, чтобы она уже не открывалась. И так остался до сегодняшнего дня человеческий род. Так была усовершенствована голова человека. В этой легенде мы видим очень много метафор о том, что любовь — это не только положительное чувство, но это и безумие. Даже современные какие-то выражения «крыша слетела», «крышка слетела», «мозги выветрились» и прочие метафоры такого безумного состояния. здесь прекрасно описаны. И надо сказать, что любовь как болезнь, особенно любовь, как считается в народе, сделанная, так и называется направленно, сделанная, насланная или посредством какой-то магии девушка очарованный или молодой человек испытывает состояние, сходное болезненному. И вот эта вся метафорика языка, что происходит с человеком, влюбленным или любящим, или испытывающим страсть. Он горит, он сохнет, его трясет, он теряет голову и так далее и тому подобное. Вот эта вся лексика составляет словарь любви. Собственно, славянская лексика, о чём писала подробно Светлана Михайловна Толстая, насчитывает определённое количество корней общеславянских, которые, интересно, для нас лингвистов, распределяются по славянским языкам и диалектам в каких-то оттенках значения, но мотивационные модели их довольно-таки чётко описываются. И при этом Светлана Михайловна пишет, что достаточно поздно сформировалась эта эмоция и её словарь. Конечно, здесь были бы бесценными замечания Вячеслава Вселыча и Владимира Николаевича, вот, увы, мы этого не услышим. И я думаю, что им было бы очень интересно, и я уверена, что они этим и занимались, занимались сюжетами посмотреть на невероятное богатство болгарских сюжетов, связанных с «Женитьбой солнца». Далее «Любовь со змеем» или «Со змеихой», «Любовь с мифологическим персонажем», с таким, как Юда, самовила. Далее, безусловно, здесь же надо учитывать сюжет и излишней любви к мужу, благодаря чему или вследствие чего отчасти. Муж навещает свою жену, так называемый сюжет «Ходячего мертвеца», и тоже могут и родиться дети. И вот этот сюжет тоже очень важен. Всем известны сюжеты несчастливой любви, когда пара влюблённых или кончает жизнь самоубийством, или умирают одновременно, это этиологические легенды, на их могиле вырастают разные растения и так далее, и тому подобное. Кроме того, если говорить о мифологии, я сказала, что всё-таки, мне кажется, я немножко показала благодаря этой легенде, мифология присутствует и в самых бытовых лексемах, где она уподобляется болезни и такому безумному состоянию. И ещё одна часть, где мифология соприкасается с магией, тоже очень важна, потому что это как раз лексика служит переходным моментом к любовной магии. Любовной магии тоже хорошо описаны. Это работы Топоркова, прежде всего, Андрея Львовича, и другие работы в советских древностях есть об этом. И вот там как раз интересно то, о чём писал Потемня, когда слово является свёрнутым мифом, о чём упоминал сегодня Николай Николаевич. И действительно, из гора горения и вот горящая свеча, вся эта магия с огнём, чтобы также горели по этой девушке, это вписывается нередко и в родильную обрядность, но на это у меня уже, конечно, совершенно точно не будет времени. Я покажу несколько сюжетов, я выбрала такие более редкие сюжеты, и их разнообразие очень великое. Интересно, вот в такой сюжет Добринка родила девочку, красивую, очень красивую, назвала её Грозданкой, чтобы имя было уродливым, чтобы девочка красоту утратила. Росла девочка, вырастала, и всё краше становилось. Мать её не пускала, на улицу ходить запрещала, чтобы не смотрели на неё люди, но пришёл Юрьев день, Гиргёвден, и по болгарскому обычаю на качелях качаться. Люди качели устроили и начали качаться. И Гражданка вышла из дома на качелях покачаться. Солнце её увидело, она очень ему понравилась. Вот обычно это формула, всё увидела, понравилась, решил жениться. И далее ещё одна очень интересная деталь, но здесь всё сконцентрировано. И вот это имя говорящая, Гражданка, условно говоря, Грозан, это страшный, уродливый. И болгарские обычаи на Гиргёвден устраивать качели. В Москве у нас сейчас тоже много качелей появилось после Пасхи. Я вот всё удивляюсь, откуда Собянин знает некоторые вещи, такие буквально майские деревца какие-то он устраивает, арки, и всё это очень ассоциируется у меня с мифическими песнями. И ещё одна черта – это, конечно, диалоги. Во всех мифологических песнях всегда есть диалог между матерью и, соответственно, или невестой, или влюблённым солнцем. И это совершенно, так сказать, бытовые приниженные диалоги. Вот здесь такой диалог. Мама, милая мама, я маму увидел на нижней земле под небом красивую девушку-мама. Очень хочу я, мама, на ней жениться. Скажи, научи меня, мама, как мне просватать гражданку? Взять её с нижней земли на верхнюю. Мама солнышку отвечает, солнышко, милая мамина, как придёт сынок Юрьев день. Спустим золотые качели синего неба на землю, вниз на нижнюю землю, во двор гражданки. Гражданка на качеле села, села она покачаться, качели вверх взлетели, гражданку вверх подняли, наверх в синее небо. И с тех пор и поныне солнце светит летом, гражданка светит весной. Но здесь такая концентрация разных мифологических мотивов, я просто не могу на этом останавливаться. Здесь разделяется два солнца, летнее, так сказать, весеннее-зимнее. И вот оказывается, что весеннее-зимнее, которое не такое яркое, это как раз жена солнца. Но мы, конечно, помним из работы Александра Викторовича Гуры и его анализ рассказывает о том, почему не женилось солнце, как мудрый еж запретил жениться солнцем, потому что он сожжет весь свет. В этой балладе совсем нет бытовых деталей. Надо сказать, что огромное количество вариантов показывает эту же ниву девушки с солнцем как обычную свадьбу. И мать, опять же, в диалоге напутствует свою... Я понимала, что у меня не будет времени, я просто вам помещаю какие-то тексты посмотреть. напутствует свою дочь, чтобы она там себя вела, как подобает невесте, чтобы она говела. Говела, значит, молчала перед свековью. И готовит ей дары приданное. И это совершенно уподоблено, как в первой балладе мир верхний над небом и мир нижний под небом. Они совершенно одинаковые. То есть варианты здесь могут быть абсолютно противоположными. То же самое относится и к большому количеству, большому блоку баллад о любви или пастуха с самовилой или с самодивой. Здесь тоже разные варианты, которые на полюсе ценностей, аксиологии могут занимать это чувство само, совершенно противоположные полюса. От нежелания любви до, наоборот, восприятия и страсти такой к самодиве самовиле. Еще очень интересный, конечно, блок мифических баллад или мифологических, как их называют, это любовь со змеем. Прилетает змей, и здесь тоже возможны варианты. И тоже всегда присутствует такой немножко детективный момент, нравится ли девушке то, что у нее такой поклонник. Потому что есть варианты, когда девушка скрывает это, но сообщает только своей подруге, которая раскрывает это перед ее домашними и всем селом. Это состояние, вот это состояние влюбленности и любви имеет даже медицинский термин «змеичевая болезнь», то есть смеиная болезнь. Что происходит с человеком, который имеет такой контакт любовный с мифическим персонажем? Он сохнет, он зеленеет и даже может и умереть. И здесь я перехожу, да, уже заканчиваю, к тому, что нередко мать учит свою дочь, как избавиться от змеи или ходячего покойника, или как разрушить союз с солнцем. Обычно это как раз магия, антилюбовная магия, отсушки или отгонная магия. И здесь тоже язык настолько богат и настолько велика его уровень, его мифологичности, что это должно быть, наверное, отдельной темой. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Конечно, так же, как могут быть и другие сюжеты, такие как «Инцест», я сказала, что сексуальную сферу я особо не затрагиваю, но вот только дети, рожденные или вне брака, или раньше времени, как я рассказала о недавно прочитанном материале. Безусловно, это сфера сакрального, но я скажу, что и другие вещи, довольно-таки бытовые, как измена жене или что-то, тоже считается грехом. И Болгария не настолько христианская православная сторона, но это считается погрешным поведением, неправильным, за что может последовать наказание, как то пожар, наводнение. Да, тоже. Там, конечно, тоже есть, если измена жене, конечно, есть тоже компонент каких-то отношений таких сексуальных. Еще вопрос. Скажите, Ирина Александровна, вот с этой открывающейся головой, это как-то напоминает латинское тесто, которое дает тесто, французское и прочее. Как-то это можно хронологически связать или не стоит? Спасибо большое, Николай Николаевич. Меня этот текст тоже совершенно до глубины души потряс, потому что 40 лет заниматься болгаристикой, вдруг найти такой текст и много читать этиологически. Я ничего подобного не видела. Я не знаю, это записано в области Македонии, тогда это еще была Болгария. Ничего не могу сказать про атрибуцию, и про что меня потряс, конечно, вот этот текст, идея крышки, мозгов и всего этого, и состояния. Нужно об этом еще много думать и смотреть народную анатомию тоже, еще и теологические легенды разных традиций, безусловно. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok